Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия семьям получения квартиры и так далее, и так далее. То есть это большой спектр, это не только какая-то общественная там политическая деятельность, это были и культурные мероприятия и так далее. Как раз хотел вас спросить, извините, пожалуйста, просто раз уж мы вот как раз в семантику уходим. Скажите, комсомол стоит воспринимать больше как ответвление политического движения для молодежи или как идеологию? Я думаю, что прежде всего это идеология, это больше ведь понятно, что в ЛКСМ имел структуру и название там Ленинский коммунистический союз молодежи, это определенная была идеология, но идеология больше была в коммунистической партии, в комсомоле все-таки было меньше заорганизованности, меньше идеологии, а больше было стремление что-то сделать полезное для общества, что-то объединяющее всех людей. То есть такого эмоционального оттенка было больше? Да, да, да. И там не было такой зашоренности, не было такой жесткой структурированности и так далее. Например, если человека исключили из комсомола, это не являлось большой трагедией. Исключили из партии, все, карьера закрыта. А у комсомола, это все-таки, ну, мало ли что произошло с человеком. Я могу рассказать смешную историю. Давайте. Одного мурманчанина, значит, которому я работал, он три раза вступил в советское время в ЛКСМ. Первый раз вступил в школе, значит, ну, ему это было не надо, человек был, так сказать, индивидуалистического характера, так сказать, ему все эти общественные нагрузки были ни к чему совершенно. И он перед тем, как, ну, вступил, вступил, выбросил этот консомольский билет за ненадобностью, скажем так. Но пришло время, его призвали в армию, 18 лет, а призвали его в группу советских войск в ГДР. Значит, это за рубежом. Значит, он туда прилетел. Вопрос консомолец. Нет, как ты сюда попалась? Это не консомолец. Туда самых лучших отбираем, значит. Срочно, его второй раз приняли в консомол. Он же мог бы сказать, что... Уже 18 лет. Да, да, да. Ну, принимали раньше, в 14, понятно, да. Он отслужил в армии, вернулся, говорит, зачем мне этот консомол? Второй раз выбросил, значит, консомольский билет, пошел в море, ему сказали, открываем, значит, за рубеж, значит, это, загранку, значит, ты не консомолец. Ну, как, срочно принимаем. Третий раз в консомол. То есть, ему не нужен был консомол. Но постоянно он приходилось, упирался в это дело, постоянно ему приходилось выступать. Знаете, вот как-то любопытно, во-первых, история действительно смешная, это такой человек, который может своим сейчас детям, внукам рассказывать, что он почетный трижды комсомолец. Как минимум, не каждый может таким похвастаться. С другой стороны, получается, что вот не нужен тебе комсомол, и, да ради бога, как вы сказали, это же не партия, там тебя исключили, все, ты, пожалуйста, убрал билет в сторону, и ладно. А вот трижды в жизни получается момент, что не нужен тебе комсомол, а ты комсомолу нужен. Понадобилось, возвращайся обратно. Да, получается, ну вот, как бы ты ни лавировал, все равно в то время было лучше следовать всему направлению. Да, да, то есть, ты находишься как бы в обществе, в коллективе, короче говоря, и, соответственно, коллектив за тебя заступается и так далее. Поэтому история смешная, но, тем не менее, если брать исторические даты, конечно, 29 октября 2018 года, это день рождения Российского Коммунистического Союза Молодежи в Москве, и тогда тоже, ведь комсомольская организация на различные названия, там были, например, мурманская организация первая, консомольская, если вспоминать Веру Китлинскую, известную писательницу, она говорила о том, что в 2018 году в Мурманске была организация, называлась «Северное сияние». Что там, ну, до нас зашли отрывочные сведения, тем были, что было время оккупации, гражданской войны, но, тем менее, молодежь пыталась объединиться, и не всегда там идеологическое составляющество было главным, значит, да. В 2018 году, вот 102-ю годовщину отвечаем на день рождения консомола, но надо вспомнить, что вот в 1920 году вот РКСМ уже отмечал свой третий съезд в октябре как раз 1920 года, на котором выступил Владимир Игоревич Ленин, и сказал свои знаменитые слова «Главная задача консомольцев – учиться, учиться, еще раз учиться». И это стало рефреном всем молодого поколения на последующие сто лет, поскольку без знания, без учебы, ну, в любом деле… На долгие-долгие годы этот рефрен ушел, это факт. Да, да, да. И опять же, вот ровно сто лет назад, в 1920 году, в ноябрьские дни, те же самые консомольцы штурмовали перекоп, разбили последнюю белогвардейскую армию барона Врангеля, и Крым навсегда встал советским и российским. Хотя пришлось потом, спустя какое-то время, снова возвращаться к этому вопросу. Ну, мы повторили это только другими путями. Да, как вы видите, поэтому вот то, что прошло через историю консомола, оно… Крым теперь дважды консомольский, простите. Да, да, поэтому всегда… Причем, опять же, могу рассказать всю историю про крымского консомольца, который в годы незалежной Украины с красным знаменем требовал вхождения автономной республики Крым в состав России, короче. Правда, советское, социалистическое у него было понятно, красный флаг. Значит, да, ну, его за это преследовали сотрудники СБУ, службы безопасности, значит, да. Прошло несколько лет, и его мечта сбылась, этого консомольца. Крым вошел в состав Российской Федерации, правда, буржуазный, но, тем не менее, наполовину мечта его осуществилась. И бывшие работники СБУ, они перешли в работники ФСБ России, начали его преследовать уже по российским законам. Поэтому смешных историй с консомольцами, в том числе и нынешнего поколения, можно встречать очень много. Олег, извините, но я не могу не отметить, что каждая из ваших историй, вы называете ее смешными, но это такой юмор-то получается многогранный. На уровне где-то, скажем так, по линии, по линии аккуратно передвигаемся. Вы не знаете дальнейшая судьба, как сложилась у этого агитатора? Да, хорошо у нее сложилась, он вступил в Коммунистическую партию, уже Российской Федерации. Ну, теперь-то он должен быть точно довольны. Я вот что хотел у вас спросить. Вы как раз вот отмечали даты названия. Давайте обозначим для тех, кто не в курсе, насколько юбилейный этот год получился для комсомола. Да, юбилейный год особенно для мурманского комсомола, поскольку в 1920 году, сразу же после знания интервентов и белогвардейцев, 4 апреля 1920 года в Мурманске была основана консомольская организация города Мурманска, ну, уездная организация, поскольку у нас не было тогда области, был уезд. И вот эти несколько консомольцев, что они сделали в день своего основания, вот это характерно, они пошли на станцию и бесплатно разгрузили вагон дров. То есть вот, мне кажется, что вот этот праздник, он имеет такое трудовое звучание. Праздник с его отдачей. Да, то есть для людей бесплатно коммунистические консомольцы, значит, труд, вот они сделали что-то полезное, они просто собрались там, какую-то вечеринку провели. Это очень важно, почему? Потому что вот наша организация, воспитанник консомолом и отечества, она объединяет консомольцев всех поколений. Это и консомольцы 30-х, 40-х годов, которые помнят войну, которые под бомбежками делали полезно для страны Родины в тылу. А на фронте консомольцы первыми поднимались в атаку. Давайте посмотрим на наши памятники. Памятник Анатолию Бредову, да, это герой Советского Союза консомолец. Наш мурманчанин обыкновенный следствием с завода. Значит, если мы посмотрим памятник 6-й героической консомольской батареи, да, там почему так названо? Вот они в 41-м году остановили немцев на пути города-героя Мурманск, да, там подавляющая часть, это были консомольцы. Поэтому это поколение консомола, оно показало, продемонстрировало, что они готовы ради Родины, ради своего города-героя Мурманска, вот, отдать в том числе и самая дорогая жизнь. Ну, есть консомольцы, которые живут среди нас, это консомольцы 50-х, 60-х, 70-х годов, да, которые, может быть, не воевали, но давайте вспомним, значит, что многие из них приехали сюда, на Кольский полуостров, как раз по флагам консомола, по консомольским путевкам, как тогда говорили. Строить, кто-то ехал строить бам, а у нас были консомольские ударные стройки, если вы иногда посмотрите, вот, на Норникель и так далее, висит большой значок в ЛКСМ с Лениным, да, это знак ударно-консомольской стройки, это значит, что ЦК Консомол брал на этот объект под особое внимание, направляли сюда молодых специалистов, подавляющее число консомольцев, которые строили эти гиганты, там, и АО «Апатиты», и Печенганеки, и так далее. Норникель до сих пор сохранил ударный темп. Да, 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 и вот, ну, основа всей нашей экономики, которую вот до сих пор прихватизируют и разграбляют, значит, да, она заложена консомольцами и тех поколений, послевоенных, 50-х, 60-х, 70-х годов, и у них была своя идеология, ведь потому, даже вот она звучала, в том числе и в песнях, да, что кто-то едет за делами, кто-то едет за деньгами, ну, а кто-то едет за туманом и за запахом тайги. И вот те люди, которые приехали на наш Кольский полуостров за запахом тайги, они за мечтами, они и сделали, заложили экономическую основу, ну, сегодняшнюю Россию, и мы сегодня живем благодаря вот этим консомольцам, которые живут, в том числе и среди нас, вот, уже на пенсии, наверное, и так далее. Поэтому я думаю, что все консомольцы, всех поколений внесли достойный вклад в историю нашей Родины, развитие Кольского полуострова, и поэтому 100 лет мурманскому консомолу, который отмечается в этом году, конечно, он важен для всех. Я думаю, что не найдется ни одного человека, который стал бы оспаривать вклад комсомола и в изменение вектор политической арены, и в изменение вектор военных действий, которые проходили в том числе на нашей Накольской земле, и тем более в вклад развития экономики и социального становления общественно уже даже на постсоветском пространстве. Это какие-то такие вещи, с которыми очень глупо тягаться в спорных диспутах, потому что очевидные факты говорят подтверждение ваших слов. Я лично с этим также согласен. У нас пришел вопрос, я так полагаю, человек, который не то чтобы с вами не согласен, но интересуется следующим. Не подписался автор, но звучит следующим образом. Доброго дня! Объясните мне, молодому человеку популярно, зачем праздновать то, чего давным-давно нет? Почему бы не потратить силы и время для организации современной, а организации для молодежи? Спасибо. Вот такой вопрос. Вопрос хороший, очень правильно, кстати говоря. Но проблема в том, что консомолы это не то, что было. Консомолы все сегодня. Существует сегодня Ленинский коммунистический союз молодежи, который работает при коммунистической партии. Значит, там небольшая численность, больше 30 тысяч человек по Российской Федерации. Это молодые люди, там 14, 16, 18 лет, которые занимаются полезными делами и сохраняют ту преемственность, вот 100-летнюю связь с поколением РКСМ 1918. А что они делают? Какой образ современного колсомольца? Значит, ну, сейчас вот звучит такое слово волонтерство. Можно сказать, что вот они занимаются этим самым делом. То есть они озеленяют, так сказать, свой город, и они уступают против мусорных свалок, короче, которые пытаются, значит, захламить нашу страну. Они выступают против общественно значимых каких-то вещей, которые ущемляют права и интересы трудящихся, и в том числе молодежи. Например, когда пошла инициатива о том, что отменить, значит, некий товарищ Дворкович сказал, что надо отменить студентам стипендии, короче, например, консомольцы выступили с инициативой отменить зарплату Дворковичу, значит, и так далее. То есть защитили интересы студенчества, как я считаю. То есть молодежь, она решает свои вопросы, поэтому есть несколько... Олег, простите, я должен вас перебить, вопрос достаточно широкий, есть несколько дополняющих уже подвопросов у меня возникло, а у нас прямо сейчас должен пойти рекламный блог. Через полторы минуты вернемся к этой беседе и продолжим диалог, хорошо? Не переключайтесь. Продолжает говорить и показывать открытая студия совместный проект Радио Рекорда и телеканала Арктик ТВ. Я ее ведущий Николай Дукмас, партию КПРФ и общественную организацию воспитанники комсомола «Мое отечество» сегодня представляет гость нашей сегодняшней студии. Извините за слишком частое повторение слова «сегодняшний». Бывают, проскакивают такие неприятные речевые обороты. Олег Ребцов. Мы с вами остановились на расшифровке, но не можем продолжить, так как у нас уже есть звонок в студию. Давайте на него ответим. Алло. Слушаем вас. Добрый день, Николай. Добрый день. Вы с вопросом, с комментарием. Что хочется сказать. Сегодня не буду, так сказать, острых вопросов задавать. А почему же задавайте? Я хочу всех консомольцев, в том числе и себя, поздравить этим замечательным юбилеем. И могу сказать, дело в том, что консомоль строила БАМ, осваивала Целенос, Депропетровск, многие крупные строки, которые имелось в нашей стране, в Союзе Советской Централистической Республики, именно строилось, именно благодаря консомольцам. Кроме того, во время Великой Отечественной войны, фактически подвиг Александра Батросова повторило 200 консомольцев. Алик Магомедович, без исторической справки, ваш комментарий. Конечно, молодая гвардия. Алло. Алло. Я так полагаю, у нас сорвался звонок. Я напомню еще раз, номер телефона 994545. Это был наш постоянный радиослушатель Алик Магомедович Гаджиев, который сам себя поздравил с Днем Комсомола. Мы присоединяемся к его, собственно, поздравлению. И поздравляем его тоже? Конечно же, да. Это, в принципе, у нас достаточно распространенная практика. Сам себя не поздравишь, никто не поздравит. Для этого, собственно говоря, мы вас сегодня и позвали, чтобы напомнить общественности о том, что сегодня у нас есть важная дата, к тому же юбилейная. Вообще, 20-й год, если не считать некоторых незначительных инсинуаций по всему миру, отмечает очень много юбилейных моментов, что приятно. Ну, знаете эти игры с цифрами. 20-й год, 100-летие и так далее, и тому подобное. Вернемся к тому вопросу, который был до рекламного блока. Отметили, задали, для чего вообще существование Комсомола сейчас, зачем его праздновать, зачем где-то, ну, не культивировать, зачем обсуждать, если его не существует. Вы начали, вы отметили, что вопрос хороший, начали отвечать, что он существует на момент времени, просто численность уже другая. Если я не ошибаюсь, вы озвучили цифру 30 тысяч человек по России. Да, это имеется в виду именно Ленинский коммунистический союз молодежи, который полностью сохранил и атрибутику, и идеи, короче говоря, Комсомола в 100-летней давности. Но, по сути, они занимаются той же волонтерской деятельностью, которую занимаются молодые организации. Поэтому молодежная организация, которая, может быть, не носит, назвали формального Комсомола, но занимается полезным общественной деятельностью для всего общества, они тоже в какой-то степени несут вот эту молодежную политику, в консомольский заряд, который был присущ консомольцам 100-летней давности. И вот это волонтерство, оно тоже составная часть Комсомола навсегда была. Другой момент, что раньше государство поддерживало в ЛКСН большую молодежную организацию. Сейчас очень много различных и экологических, и волонтерских, и общественно-политических молодежных организаций. И государство их зачастую не поддерживает, они как бы бьются сами над решением тех вопросов, которые они считают общественно важными в своей деятельности. А конкретно современных комсомолов, вот эти 30 тысяч человек, государство как-то поддерживает или может быть, хотя бы партию? Нет, 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 это в лучшем случае поддерживает, допустим, коммунистическая партия и так далее. Это люди как раз вот самоорганизованные. И вот когда молодой человек задал вопрос, для чем, это нужно переучивать ему, его товарищам, для самоорганизации, для того, чтобы ту идею, которая вот у них есть, все равно у них есть какая-то идея, там, по облагораживанию своего двора, по экологической чистоте в округе, по тому, чтобы люди были молодые, умные, там, и так далее, да, любой клуб, там, мотоклуб, там, футбольный клуб, все равно он основывается на основе объединения молодых людей, и вот это объединение, в процессе которого человек сам формируется, оно наиболее важно. То есть, получается, ключевая разница в том, что политический оттенок на момент 2020 года у современного комсомола, он просто ушел. Осталась идеология, желание самосовершенствоваться в окружающий мир, короче, конечно, да. И это вот самое главное, почему комсомолы не умерли, никогда не умрет. Поэтому мы говорим о комсомольцах всех поколений, мы имеем в виду и комсомольцев уже вот 21 века, да, причем иногда вот комсомольцы, в том числе и идеологически верный, их боевой отряд, они оказываются впереди всех. До 2014 года на той же Украине было знаменитое дело одесских комсомольцев, когда Служба безопасности Украины привлекла к уголовной ответственности комсомольцев города-героя Одессы за то, что они вывешивали красные ленточки, в них была акция, не вот красная ленточка в честь города-героя Одессы, да. И потом все города-герои, в том числе город-герой Мурманск, мы поддержали эту акцию, вот красная ленточка, потом она переродилась в георгиевскую ленточку, ну и так далее, да. Но их начали преследовать именно за пропаганду Украинской Советско-Социалистической Республики, еще до бандеровских переворотов. То есть, вот эта тенденция у них была. И людей незаконно привлекали, там, избивали и так далее. И вот молодые украинские комсомольцы, уже нашего 21 века, они отстаивали те идеалы, то красное знамя, под которым воевали их деды в годы Великой Отечественной войны. Это те самые одесские подпольщики против коллаборационистов. Вот в этом плане я бы сказал, что есть такая, понимаете, не идеологическая, а какая-то нравственная, короче, пропасть вот между людьми, которые придерживаются, вот, скажем так, консомольского уклада, да, и те люди, которым, ну, абсолютно безразлична судьба Родины, судьба своих близких, там, и так далее. Ведь в годы войны одни молодые люди шли в полицаи, а другие шли в молодежное консомольское подполье, боролись против оккупантов и их приспешников. Вот не так давно в Санкт-Петербурге вышел фильм, называется «72 часа». Это рассказ о калужских консомольцах 43-го года, подпольной консомольской организации, и тех оборотников из полицаев, их же одноклассников, которые преследовали этих самых молодых людей. Вы смотрели этот кино? Да, я смотрел этот фильм, это новый фильм, и очень интересно, когда новое российское кино ставит такую глубокую нравственную проблему, даже не политическую, а именно нравственную проблему, что люди могут разделяться на одних и тех. До войны это были вместе, играли в спортивные игры, а война их разделила. Вот это нравственное разделение. Я советую посмотреть фильм «72 часа», причем из этой консомольской организации, в отличие от героев Краснодона, не выжил никто. Скажите, а насколько политизирована эта кинолента? Я объясню, конкретизирую свой вопрос. Дело в том, что подобные нравственные ленты, где мораль идет во главу всего, это действительно сильное кино, то есть такие фильмы должны быть, и они, к сожалению, редко выходят. Другое дело, что многие стараются избегать подобных жанровых изысканий, просто потому, что боятся слишком большого влияния. Вот, например, выходил не так давно фильм при поддержке фонда кино, то есть такой большой федеральный проект про наших танкистов. И это было исключительно переполитизированное кино, если позволите настолько мне гротесное высказывание. А лейтмотивы продвигались не того, что происходило в те времена в этой киноленте, а прямо на поверку, в лоб пытались зрителю донести современные взгляды и то, к какой стороне вопроса относительно своей политической идентификации современного молодого человека нужно склониться. И фильм вышел на большие экраны и возымел очень параллельные результаты. То есть кто-то смотрел его просто как попкорн, а кто-то почувствовал вот это влияние. Ну, тут и есть вот этот идеологический разлом, и надо посмотреть, короче говоря, да. Вот данный фильм, 72 часа, о котором я говорил, его продюсером выступал Расторгуев. Поэтому он человек не политический, поэтому что-то трудно обвинить, хотя патриот своей страны, так сказать. Патриот 100%. Да, поэтому я советую лучше посмотреть, потому что все равно это художественное произведение, да, и каждый его воспринимает по-своему. Но то, что вот эта нравственная проблема, говорящая о консомоле, она существует и сегодня, в том числе и в художественных произведениях, не только в песнях и стихах 60-х, 70-х, 80-х годов. Это тоже очень важно, и оно входит уже в культурный код нашей страны. Поэтому консомол и все, что связано с ним, оно имеет отношение, проходит через сердца и головы, ну, всех людей. Олег, смотри, а раз мы заговорили о нравственных проблемах, как вы считаете, современный мир, который мы можем наблюдать сейчас, 2020 год, 21 век, это мир коллективизма или мир индивидуализма? Безусловно, это мир коллективизма, понимаете? Потому что индивидуализм, он хорош, скажем, там до определенной меры, значит, и нельзя его тоже там ограничить, потому что лишь индивидуумы продвигают какие-то там направления и в культуре, и в науке, и в технику, да, но результаты оцениваются все равно коллективом, большинством, короче говоря, полезным или не отрицательным для всего общества. И поэтому даже самый такой индивид, который вроде бы судился там индивидуально над своими деятельностями, да, становится, ну, гением или там большим специалистом в какой-то области только тогда, когда его оценит общество, коллектив. То есть, в любом случае, я думаю, что не надо противопоставлять этому. Мы живем в всеобществе, в коллективе, и все равно от этого не уйти. Любопытно. Скажите, тогда, исходя из вашего ответа, как вы считаете, гипотетически, движение комсомола, я имею в виду, в том классическом варианте, который был еще сто лет назад, зародился, и не в том виде, в котором он выглядит сейчас, когда это больше нравственно-идеологическое направление, чем на такое большое массовое направление, подхватываемое молодежью сразу, как только они достигают определенного возраста по всей России. Ну, будем сейчас Россию брать, а не на страны СНГ, потому как мы говорим за современные реалии. Комсомол мог бы набрать, вот здесь, мне позволите, так выразиться, набрать такие же обороты вот сейчас? Да, безусловно. Если это век коллективизма, все-таки они индивидуализмом. Да, я вам просто обязан это сделать, потому что, во-первых, государство должно поддерживать все молодежные инициативы, все молодежные организации, которые стремятся улучшить. Но оно же не поддерживает. А вот надо стремиться к этому, заставлять и наших депутатов в Государственном Думе, и губернаторов, короче, не только на словах, но и на деле, короче, поддерживать все молодежные инициативы и все молодежные организации. Осталось решить маленькие вопросы, ерундовые буквально, а как их заставить? Вот для этого существует наше коллективное мнение, понимаете? Да, тут индивидуально как раз не подойти. С другой стороны, я хотел бы отметить, что консомол за все сто лет, он был всегда разный. Один был консомол в годы Гражданской войны, второй строил Днепрогресс, и совершенно другой был в годы Великих Отечественной войны, и совершенно четвертый консомол был в годы БАМа или наших ударных консомольских строек на Кольском полуострове. То есть пятый, шестой, седьмой, восьмой будет дальше? Он постоянно, вот чем жизненность консомола, что он постоянно видоизменяется, как и форма, структура, короче. Он не законсервирован. Да, вот это самое главное, в отличие от всех партийных и других структур. Поэтому все, кто был в консомоле, они понимают, что это очень живая организация, которая может в любых условиях показать, и члены ее организации тоже могут стать и занять ведущие места в нашем обществе. Могу привести пример, положительный, отрицательный, пусть скажет сам. Вот, например, многие нынешние миллиардеры, они тоже вышли из консомола в 80-х годах, но через кооперативы стали миллиардерами. Давайте вспомним бывшего губернатора Муромовской области Кофту. Долгое время работала в консомоле, да? То есть люди, прошедшие школу консомола, они получили огромные организационные навыки, которые помогли им в жизни в любых сферах деятельности, будь стаб-бизнес или там органы государственной структуры. Ну, тогда последний вопрос на сегодня. Вы согласны с фразой, знаменитейшей на весь мир, о том, что бывших консомольцев не бывает? Конечно, короче. Вот поэтому я считаю, что надо поздравить всех поколений консомольцев, всех консомольцев Мурманской области, Российской Федерации с этим праздничным днем, со столетиям Мурманского консомола, которым будем отмечать весь 20-й год. Я считаю, что вот это самое главное, что консомол остался в сердце, остался в душе, в памяти. И если у консомольца душа консомольская, он до 100 лет будет молодым, энергичным, и все дела у него будут совершаться. Будьте именно такими. Уважаемые радиослушатели и телезрители, поздравляем вас с праздником и желаем хорошего завершения вашего продуктивного, коллективного рабочего дня. Всем всего доброго. Вам спасибо за визит. До свидания. Открытая студия